В готовых порции пиздеца, Александра Черно, бывшая участница Дома-2, а ныне алкоголичка и мать-кукушка, снова жидко обсирается. Позавчера она с бывшим мужем пьянствовала у кого-то в гостях, ребенка оставили с няней. Пока родители прибухивали, у ребенка начался приступ эпилепсии, по словам самой Черно. Друга, это очень хуёло. Мы начинаем переживать, паниковать. Вот, и как бы, в общем-то, получается так. Вчера вот решение ночью было принято, чтобы вы понимали, после часа, наверное, скандал о том, что он остается там, сказали, остается один из родителей. По факту, мы, получается, вообще забили. Ну, грубо говоря, да, то есть, как бы, на то, что вот сейчас вот здесь, сейчас вообще наш инсультурно плохо, и нужно принимать такие рациональные решения. Мы стояли в больнице, а ралли, как-то много. А то, в общем, представляете, о чем речь? Вот, сейчас я еду к нему, сейчас ему полегче, сейчас они в инфекции. В общем, просто история, да, то есть, они сходили по парчера, и на фоне этого, потом уже вечером, когда мы уехали с Йоси, мы уехали с Йоси на день день рождения, у Стефана поднималась температура. В больнице их положили в реанимацию, и они час спорили, кто останется с ребенком. Победила сила. Мать поехала пьянствовать дальше, с ребенком остался отец. Черно бухала и выкладывала посты о мужиках и рекламу лохотрона. До восьми утра, потом до трех, отсыпалась. Свозила в больницу зарядник и поехала бухать дальше. У нее вчера был день рождения, но не может же она его в больнице с ребенком провести. Отец в одном носке, ребенок без смены белья и запасных тапок, радуются супу и компоту. Финиш. Нам тут принесли еду. Сына! Тут знаешь что? Да. Супчик. Ой, как вкусненько! Супчик. Еще один супчик. Бог, ему даже меня кормят. Вот это я понимаю сервис. Вот это я понимаю. О, любимый компотик. Компотик, по-любимому. Какой кушать, да? Ой, у нас все хорошо. Все потрясающе. Сейчас покушаем. Потом тихий час, потом на следование.